Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в студии председатель правления ЦБРЛ Лайф и пенсионного фонда банка Цитаделлы Анна Фишер-Кальке. Добрый день. Добрый день. Да, но вот новый министр благосостояния, господин Энгель, фактически нам напомнил о втором пенсионном уровне. Понятно, что пандемия была не до пенсионных уровней. Мы знаем, что его предложение пока только как предложение вызвало много дискуссий по этому вопросу. Он, в частности, предлагал перераспределить вот эти взносы во второй пенсионный уровень и за счет вот тех накоплений второго пенсионного уровня, это личное накопление, ну, повысить или прибавить к пенсии нынешним пенсионерам, то есть к первому пенсионному уровню. Может быть, я так сложно рассказываю, но вот, наверное, может быть, стоит такое сделать логическое отступление и напомнить радиослушателям, что у нас есть первый, второй, третий пенсионный уровень, и тогда уже дальше от этого будем отталкиваться в нашем разговоре. Да, вот первый, это, я так понимаю, вот это нынешние пенсионеры, да? Да, да, все верно. Первый, это нынешние пенсионеры. Второй уровень, он идет от доходов каждого клиента и идет накопление. Есть и третий уровень, это сам клиент делает себе накопление или регулярными платежами, или раз в год и получает обратно подоходный долог, и когда заполняет свою декларацию. Получается, у нас в стране три пенсионных уровня. Третий пенсионный уровень, я так понимаю, он добровольный, да? То есть, фактически, сам человек делает отчисления от своих доходов, ну, к примеру, ежемесячные, да? Да, все верно. Третий пенсионный уровень, это по выбору. Клиент, если хочет, то он может себе позволить и делать, и я бы очень рекомендовала, я думаю, к этому еще вопросу вернемся. Первый уровень, это сейчас пенсионеры получают, а второй уровень, он идет именно от социального налога, который платит каждое частное лицо, которое получает официальные доходы. Да. Вот что касается второго пенсионного уровня, фактически, можно и сказать, что это какие-то такие личные накопления в какой-то степени, но, к примеру, клиента Цитаделла говорит о том, что вот тогда я и хотел бы, мне удобно, раз у вас счет есть, мой, к примеру, да, Цитаделла, то я хотел бы, значит, чтобы и у вас был мой второй пенсионный уровень. Как это вообще происходит, может быть, несколько слов о механизме в всем этом процессе? Я так понимаю, что второй пенсионный уровень, начиная с 71 года рождения, нужно делать такие обязательные платежи, если мне память не изменяет. Да, все верно. Как только начинает человек работать, даже первые, даже 16 лет, например, мой сын начинает работать 16 лет официально, и у него вот сейчас как раз идет выбор, где свою вторую пенсию, социальный налог, где в данный момент его хранить и где этот капитал, чтобы он преобразовывался. И поэтому, в принципе, это вопрос не только нашего возраста, но именно как только вы начинаете работать, этот вопрос у вас появляется, и вам нужно выбрать тот банк, кому бы вы доверили и как бы вы хотели приумножить эту доходную свою часть. Да. Вот что касается вообще второго, может быть, третьего пенсионного уровня, ваше наблюдение все-таки, ну, что касается третьего уровня, больше людей вообще стали задумываться о том, что не нужно полагаться только вот на эту государственную пенсию, которая будет, когда я достигну определенного возраста. Мы знаем, что этот возраст в свое время отодвигается, но надо еще и подумать о каких-то своих накоплениях в третьем пенсионном уровне, потому что мы знаем, что есть разное мнение. Кто-то говорит о том, что все-таки эти накопления не столь велики, и прибавка к пенсии, когда я выйду на заслуженный отдых, будет не столь велика. Вот, может быть, какие тенденции, на ваш взгляд, прослеживаются? Здесь можно смотреть с разных сторон. Я сначала подойду со статического, наверное, стороны. Что мы видим? В данный момент третий пенсионный уровень выбирают люди, которые начинают приближаться к тому возрасту, когда уже начинают задумываться о своем пенсионном возрасте. Это примерно такая средняя, мы смотрим статистически по договорам нашим, примерно 55-54 года, года-года, тогда получается, что это именно те клиенты, которые начинают задумываться о своем пенсионном возрасте. Не так много уже остается до пенсии, и надо бы вообще посмотреть, да? А правильно было бы начинать именно как только мы начинаем делать свои доходы, да, первые доходы со своих доходов. Это как человек поступил на работу, условно говоря, да, после окончания, там, не знаю, вуза или школы и так далее, колледжа, да? Да, все верно. Это европейская практика. На самом деле мы очень отличаемся от Европы, к большому сожалению. Мы еще только учимся делать свои накопления, мы очень много полагаемся тоже на государственные индексованные пенсионные уровни, но мы должны все задуматься, какая у меня будет пенсия, когда я пойду на заслуженный отдых, да, чтобы отдохнуть. И что интересно, сейчас вы покалькулируете, вы можете зайти в любой калькулятор любого банка, и у нас очень тоже хорошие калькуляторы, которые делают прогрессию по каждому возрасту, по каждому накоплению, по первому, по второму уровню. И вы, примерно, сможете увидеть, какая ваша пенсия была бы. И здесь будет интересный факт. Если не делаются дополнительные никакие накопления, то ваша пенсия, сейчас, который заработок вы получаете, пенсия может уменьшиться даже в два раза. А если будут еще введены все-таки изменения, о которых вы начали говорить, то пенсия, ну, она будет одна третья часть от вашего нынешнего сейчас дохода. И я думаю, что сейчас Эстония, которая, на принципе, она уже использовала этот момент, они сделали большую реформу. Сейчас, насколько я слышала по разговорам, они хотят вернуться обратно, но те люди, которые за этот период уже не получили эту индексацию, да, эти накопления, потому что что люди сделали? Как только они получили больше свободы, они не стали эти деньги перенаправлять на свое накопление, они просто их потратили. Исходя из этого, пока в данный момент не велись накопления обязательного социального налога, то это 5-10 лет урона тем клиентам, которые будут пенсионироваться только через какой-то период. Да, вот интересно, я тоже знаю несколько знакомых, которые стали задумываться действительно о размере своей пенсии, когда действительно осталось, ну, не знаю, 3-4-5 лет, они залезли на специальный портал, пытались рассчитать вот по этой сложной форме, или прямо скажем, свою пенсию, и, может быть, чуть-чуть, ну, как сказать, дипломатически расстроились, увидя ту цифру, которую они, возможно, получат. Наверное, вы правы, это говорит о том, что нужно делать заранее какие-то накопления, разные варианты, да? Да, вы совершенно правы. Секундочку. Извини. Ничего страшного. В воздухе вздохнуло. Да. Да, вы совершенно правы, нужно делаться благовременно. И еще интересная тенденция, я хочу вам рассказать, раньше всегда говорила, что с доходов своих нужно откладывать 10 примерно процентов, да? Вот примерно получили 100 евро, да, значит, 10 евро мы поставим на накопление. Сейчас глобальная тенденция – это 20% от месячных доходов. Это минимум, который нужно откладывать на долгосрочные свои какие-то цели, да, это, например, пенсия, о которой вы сейчас говорите, да, и краткосрочные цели, потому что у всех у нас есть свои цели. И 20% получили 100 евро, я уточню, да, и 20 евро мы должны положить на свое благополучие, на будущее, да. Где мы выбираем свои цели в долгосрочном составе, да, это пенсия, или какая-то большая покупка, или какая-то недвижимость для первого взноса, или краткосрочные цели, допустим, купить что-то для своего дома, сделать ремонт для своего дома. 20% от доходов – это минимум, который нужно откладывать. Вот это очень хорошо, что вы эту тему затронули, мы сейчас попытаемся ее развить. Это вот то, что вы сказали, это ведь помимо пенсионных каких-то накоплений, да, это вот откладывать. Ну вот что касается вообще тенденций, вот во время пандемии, казалось бы, самый такой благоприятный момент, если так можно сказать слово, такой благоприятный использовать для того, чтобы что-то отложить, поскольку, ну, мы знаем, что были ограничены до недавнего времени точно возможности что-то приобрести, я не имею в виду продукты. Ну, кто-то упорно заказывал какие-то одежду по интернету, но, в принципе, не было возможности купить это в магазине. И несколько моих тоже знакомых друзей говорят, что я с удивлением обнаружил, что без некоторых вещей, без, не знаю, без какой-то, без модных тенденций вполне можно обойтись. И мне не нужно такое количество, там, не знаю, там, женщины платья, там, мужчин, не знаю, костюмов, рубашек и так далее. Можно обойтись меньшим количеством и вот эти деньги откладывать на что-то более ценное или действительно, ну, есть такая фраза на черный день. Будем надеяться, что все-таки не на черный день, а вот тогда, когда, может быть, доходы уменьшатся или когда захочется попутешествовать. Вот, в общем, каковы тенденции в пандемию? Это подтверждает, да, вот такую, что люди все-таки стали больше откладывать на счет в том числе? Вы знаете, да, это подтверждает, так как у нас не было возможности тратить так много, да, и в то же время стали задумываться о завтрашнем дне, о что завтра будет, как с нашим здоровьем, стали задумывать о своей доходной части. Если сейчас могу сказать статистически, по Латвийскому банку мы видим, что сейчас в первом четверти мы закончили по всему банковскому сектору, примерно до 20 миллиардов уже есть накопление у частных лиц, я считаю, это очень много. И прирост... Ну, это два госбюджета, фактически, да. Да, да, да. Это много. Это много. И в то же время мы продолжаем расти, да, примерно только в этом году прирост 5%. Это свободные деньги, которые в данный момент стоят на счету. Что самое интересное, здесь вот и Литва, и Эстония отличаются от нас, свободные деньги – это капитал. Что нужно сделать с капиталом? Капиталом нужно, чтобы он рос, да, и, скажем... Деньги, чтобы делали деньги, говоря простым языком. Правильно, деньги, делая деньги, да, как мы говорим, это та вещь, с которой мы должны все задуматься, потому что инфляцию никто не отменял, да, что мы могли купить на эти деньги 5 лет назад, и что мы можем купить сейчас – это большая разница. Даже недвижимость в данный момент, даже в пандемии она сейчас выросла примерно 5-10%, смотря о какой недвижимости мы говорим. Значит, я что могла купить несколько месяцев назад за эти деньги? В данный момент я могу купить немножко, но уже меньше. Поэтому, когда деньги стоят на счету и ничего не зарабатывают, а в то же время теряют свою ценность, да, здесь нужно правильно задуматься. Это мой капитал. Что я с этим капиталом хочу делать? Я хочу, чтобы он уменьшился или чтобы он начал расти? И здесь, возвращаясь к литовским и к эстонским нашим коллегам, нашим соседям, если мы говорим о каких-то таких инвестиционных вещах, где именно капитал, он растет, да, есть возможности роста, то, допустим, в Латвии у нас 260 миллионов, мы ставим инвестиционные инструменты, в Литве это почти в три раза больше, да, 720 миллионов, да, в Эстонии 450 миллионов, да, посмотрите, пожалуйста, обои государства в данный момент, они более инновативны в этих инструментах, они знают, что такое капитал и как его можно приумножить, они знают, как растенить свои риски, да, и воспользуются этими возможностями. У нас данная ситуация, что все-таки мы очень много держим на счетах своих, да, и не задумываясь о будущем дне, в то же время, как только у нас открываются магазины, что у нас произошло, потому что у нас, наверное, магазины были больше по времени закрыты, чем в Эстонии и в Литве, это такой наш факт, мы что стали делать? Мы стали больше тратиться, да, и 20%, из нашего тоже мы делали такой небольшой опросник наших клиентов, и не только наших клиентов, 20% потратили деньги не только на те вещи, которые они планировали, а именно на те вещи, которые, или было хорошее предложение, да, хорошая скидка, значит, в принципе, это те деньги, которые можно было поставить на свой капитал и начинать его умножать. Да, вот что касается действительно того, чтобы что-то откладывать, умножать, нужно ли для этого обладать какими-то, не знаю, специальными знаниями, чтобы этот капитал, не знаю, приумножить, потому что, ну, традиционно там это или деньги лежат на счету, примерно, зарплатные, или какие-то депозиты, ну, это то, что, как бы, знает большинство без какой-то, не знаю, финансовой, экономической подготовки, ну, лежат на депозите, во-первых, они в сохранности не украдут, во-вторых, может быть, и нет соблазна потратить, да, вот, потому что мы знаем, что если деньги все-таки в кармане, ну, у многих все-таки так, как-то повежливо сказать, руки чешутся их потратить, да, но вот если мы говорим о разных инструментах, вот, насколько широки в Латвии возможности, потому что рынок вот этих капиталов не столь широк, да, вообще рынок небольшой, вообще во всем регионе, вот, что нужно, какие инструменты и какие знания нужны? Угу. Ну, смотрите, в данный момент сделаны хорошие дигитальные инструменты, которые, да, сидя дома, можно проверить, какой мой капитал, да, и как я могу его приумножить. В то же время можно понять, сколько у меня свободных денег именно на приумножение и сколько мне нужно для каждый день. Я говорю про дигитальные инструменты, допустим, у нас есть, и так далее, очень хороший инструмент, это финотерапия, www.fenoterapia.lv, где любой клиент бесплатно заходит, заполняет определенные ответы на вопросы, да, там есть тоже поучительная сторона, да, очень хорошая в финотерапии доктор разговаривает с нами, можно его слушать, можно даже убрать этот звук и просто отвечать на вопросы, и потом сзади идет очень большая калькуляция алгоритма, она предлагает индивидуально для каждого клиента самые наилучшие инструменты, которые этому клиенту необходимы по его целям, да, по его возрастному категории, да, по его риску аппетиту, потому что это тоже очень важно, да, и нужно брать тоже во внимание, мы в данный момент, мы все-таки банк, да, и у нас есть очень строгие регламенты, что мы должны обязательно несколько раз спросить у клиента, да, что именно он хочет, да, исходя из этого, риски очень минимализированы, что клиент, когда покупает, он не знает, что он покупает, они в принципе вообще нету. Я бы очень советовала дать на эту страницу, проверить себя очень легким образом, да, и понять, что мне необходимо для моего самого лучшего будущего по своему капиталу. Если мы вообще говорим о, не знаю, там, кредитах, к примеру, да, потому что многие считают, что, ну, я знаю, что люди ждали, думая, что в пандемию, не знаю, упадут цены на недвижимость, ну, как показала практика, они упали минимально, может быть, на очень дорогой сегмент, которого большинство населения все равно не волнует, он недоступен, там, не знаю, жилье, начиная от 200 тысяч евро, да, а вот что касается таких вот, не знаю, обычного жилья, как мы говорим, советского, да, там цены не упали, даже, может быть, в какой-то сегменте и возросли, если мы о Риге говорим. Стали ли люди все-таки, не знаю, бояться брать ипотеку во время вот этой пандемии, или все-таки как раз наоборот? Вы знаете, именно в это время, в пандемии, очень был важный вопрос, что с твоим жильем, сколько у тебя квадратных метров, потому что у нас дом, он стал садиком, школой и рабочим местом, и мы все одновременно находились дома, поэтому в данный момент, в принципе, какой наш очаг, он в данный момент, он такой, самый такой главный вопрос. Если мы говорим о статических данных, то по кредитам в марте, один был из таких рекордных месяцев, то, что мы видим у себя, интереса клиентов взять кредит, да, и улучшить свой существующий очаг, да, существующую квартиру или дом, или купить что-то новое, в данный момент он, ну, на высоком уровне, потому что все хотят жить лучше, да, и боясь, что будет завтра, да, потому что опять нас посадят дома, я думаю, что такого не будет, поэтому важно именно найти, как мы каждый день где проводим. И здесь же интересная вещь, вы затронули такой кредитный момент, пандемия тоже повлияла, какие сейчас кредиты берут клиенты, не говоря только о хипичном кредитовании, где купить себе недвижимость, он сейчас вырос, и запросы дигитальные идут намного больше, даже до пандемии мы, в принципе, удвоили запросы, количество запросов, да, и все происходит дигитально, только 3% идут физические запросы, в прошлом году было 12%. Я хочу сказать про краткосрочные кредиты сейчас, если раньше мы тратили на путешествия, там, на свадьбу, или еще на какие-то свои вещи, сейчас больше будет кредиты на машину, да, для передвижения, и интересная вещь, что, опять, если Литва и Эстония, мы отличаемся, мы сделали такой тоже пресс-курант по вопросник по своим клиентам, у нас 30, одна третья часть клиентов, они в пандемию берут краткосрочные кредиты. Если мы говорим о наших соседях, то он намного меньше, да, если у нас 30%, у них 22%, да, или даже 15%. Смотрите, есть большая разница, значит, в данный момент, все-таки, когда люди знают, как делать правильное накопление, как свой капитал правильно поставить по правильным карманам, да, то они меньше задумываются о краткосрочных кредитах, да, в то же время, когда у нас в Латвии мы меньше используем такие инструменты, все-таки мы намного больше используем краткосрочные кредиты, да. Анна Фишер-Кальковна в студии, перейдемся буквально на минуту, короткая пауза, не переключайтесь. Вы слушаете радио Болткома. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы слушаете радио Болткома. Продолжаем работу в прямом эфире. Напомню, у нас в гостях представители правления ЦБЛ Лаев и пенсионного фонда Банка Цитаделлы Анна Фишер-Кальки. Добрый день еще раз. Добрый день. Вот мы говорили действительно о такой интересной тенденции, может быть даже тревожной, это в Латвии, в отличие от Литвы и Эстонии, все-таки возрос объем краткосрочных кредитов, то есть даже пандемия не стала помехой. Это, на Ваше взгляд, потом в долгосрочном периоде может как-то вот негативно отразиться, да, вот на людях? Да, абсолютно, потому что если каждый третий сейчас рассматривает возможность пройти как краткосрочный кредит, нужно подумать, как мы потом будем это отдавать. Если мы опять же сравним Литву и Эстонию, то у них в данный момент отдача краткосрочных кредитов намного качества лучше, чем в данный момент в Латвии. Значит, мы все-таки берем не так обдуманно, и этот факт влияет на, ну скажем, наши финансовые, каждодневные вещи. Я бы здесь реально заострила внимание, потому что, мне кажется, нам нужно давать больше информации о том, как это делать, что такое регулярные платежи, что такое накопление, что такое краткосрочное, что такое пенсион, нужно как можно больше рассказывать людям, потому что мы видим, что люди, которые с высшими образованиями, которые занимают хорошие-хорошие-хорошие позиции, они об этом задумываются сразу, с первого дня, да, те люди, которые в данный момент живут отзаработать зарплаты, это именно те люди, о которых нужно очень задумываться, как будем жить мы завтра, да, а если что-то с моей ногой случится, да, что будет с моими детьми, да, и это та вещь, о которой нужно задумываться сейчас, а не потом, когда мы сломаем эту ногу. Извиняюсь за такой, нам нужен негативный подход, но в виде нашей тенденции, и как мы отличаемся даже по Европе, здесь могу даровать, сказать небольшую статистику, это до пандемии статистика, я думаю, сейчас она, конечно, уже более выросла, если у нас средняя, даже по Литве, по Эстонии и по Латвии, где-то примерно 12-13% идет в инвестиционные продукты, в долгосрочное накопление, где деньги преувеличиваются, то если мы говорим про Европу, средний коэффициент, там 49% вместе со страхованием, ведь какая большая разница, да, их тоже мы знаем, что в Европу входят и Испания, и другие страны, да, средняя статистическая, если у нас 12-13%, мы работаем на накопление, что капитал работал на нас, да, а не утрачивал свои деньги, стоя на счету, то в Европе в данный момент она более развита, и каждый клиент, каждый человек об этом задумывается уже сегодня. Да, вот хороший такой момент, который вы затронули, что касается страхования, вот, не знаю, страхования жизни, что в это включается, так, поясните, может быть, радиослушателям, и насколько, не знаю, жители Латвии, может быть, даже в сравнении с Литвой и Эстонией, стали, ну, более ответственно подходить и к страхованию, потому что, ну, мы знаем, что есть у нас, не знаю, обязательно страхование гражданской ответственности автовладить, или там хочешь, не хочешь, это отста, да, вот владельцы автомобилей все оформляют, это понятно, да, ну, каска там дальше уже, если это не лизинг, то это уже дальше ответственность на выбор самого владельца автомобиля, но вот, что касается других видов страхования, каковы у нас тенденции, люди больше стали думать о том, что, не дай бог, если они сломают, говоря, вот, используя ваши, пример, ногу, то у них возникнут проблемы с работой, там, с медицинским обеспечением, там, содержанием семьи и так далее. Вы знаете, сейчас мы здесь видим увеличение, что клиенты больше об этом задумаются, конечно, это количество клиентов, которые находятся у нас в Латвии, оно совсем небольшое, да, и, ну, этот процент, он очень маленький. Если мы сравниваем по отношению к Европе, где, в принципе, каждый клиент и каждый второй клиент у них есть или от работодателя страхование жизни, страхование или по инцидентам, в Латвии, к большому сожалению, это критически маленький уровень и маленькое количество людей, которые этим занимаются. Но прирост есть, если я смотрю именно по своему предприятию, которое сейчас я руковожу, у нас в пандемии в 2-3 раза, наверное, прирост договоров по клиентам. Вот, может быть, возвращаясь еще к теме, которую мы начали, вот второй пенсионный уровень, ведь я бы разделил этот второй пенсионный уровень как бы на две части. Одна видимая – это то, что люди, которые интересуются в курсе, что они платят сами, за них платит работодатель свою часть, это вот видимая часть. Может быть, невидимая, что дальше происходит с этим, с средствами второй пенсионный уровень, вот, к примеру, в банках, где они вот скапливаются, я так понимаю, что они же размещаются там на разных рынках, и что-то происходит. Я почему спрашиваю? Потому что вот министр благосостояния, вот у него тоже, видимо, было две части. Одну, где он сказал перераспределить, это вызвало негативную реакцию, и мы можем прогнозировать, что, скорее всего, вряд ли такой закон будет принят. Но вторая часть, где возникла дискуссия о том, достаточно ли вот эти средства пенсионного уровня, второго пенсионного уровня используются, к примеру, для поддержки именно латвийской экономики. Ну вот, что вы тут можете сказать, как вообще эти средства используются, достаточно ли неэффективно используются, или здесь изначально другой посыл, чтобы эти средства минимизировать риски, чтобы это очень консервативные планы инвестиционные, где мы знаем, что практически риски потерять этих денег, там, не знаю, очень низкие. Если мы говорим о тех денежных средствах, которые в банке начали, я правильно вас поняла? Они, которые переходят… Во-первых, есть хороший плюс – это именно ваши деньги. Значит, вы выбираете и банк, и в то же время, если что-то происходит с клиентом, то клиент может выбрать, кому перейдут эти деньги, и в каком количестве. Значит, это реально ваши деньги, которые могут перейти тоже и вашим детям, или кому-то другому. Поэтому это деньги, которыми вы распоряжаетесь. Банк, когда вы выбираете какой-то определенный банк, вы выбираете себе именно какую пенсию, какую бы вы хотели. Значит, вы разместите тоже с точки зрения риска. Допустим, как один пример, у нас есть интересное такое предложение – это Millennium. Millennium – это такая уникальная разработка, когда клиент к нам приходит или 30 лет, или 40 лет, мы специально калькулируем тот рисковый коэффициент, сколько мы ставим в акции, сколько в фонда, исходя из его возраста. Значит, клиенту не нужно будет ничего менять в 50 лет, потому что мы знаем, что или в 60, или в 70 лет, да, есть такие у нас уже клиенты, которые до сих пор не выбирают деньги. Значит, в данный момент мы индивидуально рассматриваем каждый клиент, и алгоритм в задании стоит. Millennium, если вы выбрали, вам не нужно потом будет менять или на более консервативный второй пенсионный уровень, да, или на более активный. Значит, мы специально разрабатываем его индивидуально именно для вас, получается. И в то же время, когда клиент сам приходит, он может тоже выбрать или активный, да, или консервативный. Это тоже, исходя из того, какой бы хотел клиент выбрать капитал, и какой риск, с которым он спокойно может спать дома, и даже вообще не думать о этих деньгах, а мы будем заботиться о том, чтобы они приумножались. А что касается третьего пенсионного уровня, фактически, но частные пенсионные фонды, там ведь тоже можно следовать, да, эти накопления, я так понимаю, в соответствии с законом. Да, вы можете видеть в своей дигитальной среде, вы можете видеть, какое у вас накопление, как оно приумножается, куда вы их поставили, да, сколько бы вам еще было необходимо. Есть очень хорошие калькуляторы, которые рассчитывают тоже на будущее, какую-то прогрессию, да, возможную, да, сколько бы это было, если регулярно платеж у вас был 20 или 30 или 50 евро, и сколько бы вы достигли через какой-то период, когда пенсионный возраст у вас уже подошел. И там тоже идет очень, скажем так, структурированный подход к каждому клиенту, и исходя из тех вопросов, которые мы задаем у клиента, мы понимаем, что именно ему сейчас необходимо. Или мы больше ставим более активные инструменты, да, и капитал может расти более активно, в то же время есть риски, что он может падать в какие-то определенные периоды, когда идет какой-то, скажем, кризисный момент. Или мы берем более консервативный, который идет более плавно по росту, которые сейчас идут какие-то индексы международные. Да, вот вы уже затронули эту тему, она очень важная. С одной стороны, накопление, с другой стороны, отратар. Если, не знаю, там взять какие-то, может быть, тенденции последних лет, да, вот на ваш взгляд, все-таки, вот, не знаю, привычки, традиции тех или иных покупок и накоплений, они, в Латвии, они отличаются, не знаю, от стран Старого Света. Вот, не знаю, в Германии, во Франции жители, вот, ведут себя иначе, там, не знаю, они больше откладывают, они планируют покупки, у нас больше они спонтанные. Вот, какая-то вещь, условно говоря, понравилась, я все-таки даже, не знаю, даже взял краткосрочный кредит, но купил. Я думаю, что эмоциональные вещи есть в каждой стране и в каждой ментальности. Но в то же время, как мы видим, я думаю, что мы более эмоциональны каким-то определенным покупкам, да, вот, хорошее предложение, я сейчас возьму, завтра, возможно, это предложение не будем. Да, мы на эти триггеры очень хорошо реагируем. Но над этим работает уже хороший маркетинг, поэтому, скажем, это на нас тоже действует. Действует, да. Да, но в то же время, когда мы смотрим на нас, опять же, все-таки на нас, мы видим, что 20, мы тоже смотрели вообще, вообще на общем рынке, у 27% клиентов вообще нет никаких накоплений, да, абсолютно, значит, они живут от зарплаты до зарплаты, да, и как мы говорили, что с ними происходит, ну, тогда очень большой риск, что завтра у них не будет на что хлеб купить. И вы только что упомянули… Это очень серьезная проблема и большая цифра, 27%, да. Да, и вы только что упомянули о том, о нашем предыдущем времени, да, интересная вещь, что самые лучшие накопительские, скажем таки, вещи и умение накапливать с более маленького дохода – это наши мамы, это наши родители. И здесь это уникальная ситуация, что именно они, да, среднее накопление у них больше, да, чем у наших, наверное, молодежи или среднего возраста. Поэтому они платят за коммунальные платежи в первую очередь, да. Да, вы будете удивлены, и интересно, что они небольшие суммы откладывали, но они это делали регулярно. И это мы видим через наши счета. Пенсия совершенно небольшая, но в то же время с каждой из этой пенсии есть, как они говорят, на черный день. Вот это у меня на черный день. И у нас есть у кого учиться. Мы говорим, что у нас даже нету 5 евро отложить, а в то же время я смотрю на наш опросник, да, где у нас есть финотерапия, которая анализирует эти все вещи у каждого частного клиента. У 60% есть возможность откладывать свободно 20% от доходов. Это факт. Значит, то, что мы говорим, у нас нечего отложить на завтрашний день, это не так, да. Нам просто нужно задуматься, посмотреть, где мы тратим деньги. И эти деньги, знаете, я еще бы с другой стороны посмотрела, каждая покупка – это инвестиция. Даже если мы покупаем конфеты, мы должны понимать прекрасно, это инвестиция в меня или нет. Каждая покупка, покупаем мы платье, это инвестиция для меня или нет. И любая покупка, если мы покупаем хлеб, да, это инвестиция для меня, потому что мне нужны калории, мне нужно двигаться вперед, мне нужны витамины. Иногда даже конфеты могут быть инвестиции. У меня есть великолепная одна руководительница, когда мы делаем хорошие воркшопы, рабочую группу, чтобы у нее прекрасно работали мозги, ей нужно поставить шоколадку. Вы не представляете, какие идеи там выходят. Вот это инвестиция моя, я покупаю эту шоколадку, и это инвестиция. Минимальная. Да, минимальная. Но эффективная. Да, великолепные идеи идут от этого. Каждая покупка – это инвестиция. И когда вы приходите в магазин, когда вы стоите возле пролавки, видите какой-то большой плакат маркетинга, пожалуйста, задумайтесь, это инвестиция в мою жизнь, в мою семью, это капитал, который потом я могу умножить. Если я купила красивое платье, пошла на интервью, получила обалденную работу, значит, это платье, я приумножила свой капитал. Это моя инвестиция, я сейчас выгляжу очень хорошо, я уверена в себе, потому что, в принципе, мы же платье несем. И это капитал, который в данный момент, я тебе буду зарабатывать доходы каждый месяц. Значит, это платье приумножило мой капитал. И в то же время, что происходит в наших счетах? Если у меня есть деньги в данный момент, есть доходы, у меня всегда есть возможность отложить 5-10, это, как говорит мой ребенок, хотя бы 1 евро, я отложу на свою определенную цель. Это та вещь, которую бы я очень хотела, чтобы наши клиенты и наши друзья задумались. Покупка как инвестиция. Вот, может быть, такое время эфира быстро подходит к концу. Вот, может быть, такой вопрос, он связан, наверное, с тем экономическим кризисом, который отличается от нынешнего. Это был кризис, мы помним, конца 2008, 2008, 2009, 2010, до 2012 года фактически. И у многих людей, ну, может быть, они обожглись или сами, или на примере каких-то своих знакомых, друзей, родственников, и у них возникло, ну, может быть, слово аллергия тут не совсем уместное, но очень такой вот страх что-то взаимствовать. Я сейчас не говорю какие-то краткосрочные, а заимствовать, не знаю, ипотеку. Вот, то есть, долгосрочные кредитные обязательства официально в банке, даже если у них доходы это позволяет, может, понимаешь, не позволяет, им кредит не дадут. Прошли те времена, когда бегали за клиентами, умоляли их взять какой-то кредит. Вот что с этим делать? С одной стороны, вроде страх оправданный, лучше перестраховаться, скажем так, если ты не уверен в завтрашнем дне, может быть, не брать кредит, но с другой стороны, мы видим, что весь цивилизованный мир живет в кредитах, и это вполне нормально. Буквально от того, как человек вообще делает первый шаг на работе, он уже что-то берет, какой-то кредит, релизинг, с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть опасность. Да, мы хотим жить сегодня. Мы хотим жить сегодня, мы хотим, чтобы наш сегодняшний день, он нес нам позитивные эмоции. И в данный момент именно кредит, это та возможность, которая сегодня нам может дать возможность жить лучше. Здесь очень важный момент, вы сравнили с предыдущим кризисом, сейчас не до кризиса, так, уточним, сейчас по сравнению с предыдущим временем у нас очень большое накопление у частных лиц, и они совершенно несравнимы, поэтому мы в данный момент к любому кризису более готовы, я бы даже так сказала. Но в то же время, да, кредиты растут, да, вы это видите, и мы это видим. Что я хочу? Я хочу, чтобы люди оценили свои возможности перед тем, как брать кредит, то что кризис взять легко. Очень важно, как мы будем отдавать. И в то же время и в Европе, и у нас, у всех кредитозанимательство это нормальная, каждодневная вещь, но и эти клиенты делают себе накопление. У меня тоже есть кредит, и в то же время у меня есть капитал, который я приумножаю. Я смотрю, как обучить своих детей, да, у меня их не один, а больше. Я думаю, что сделать с их образованием, да, как подумать именно о их будущем. И это именно задумывание о будущем, даже в то же время, когда у меня есть кредит, и приумножать этот капитал, который вы отложили на долгосрочные цели и кредитозочные цели, это те вещи, о которых нам нужно задуматься сейчас. И еще здесь еще интересная важная вещь, раз мы приходим к концу, вы знаете, у каждого человека, даже у моего сына, даже у моей дочери, даже у вас есть капитал, даже у тех людей, которые живут от зарплаты. И здесь нужно каждому вот сейчас задуматься, какой мой капитал, сколько у меня стоит на счету, сколько у меня стоит в кармане, моя недвижимость, или моя машина, или какие-то уже накопления, суммируем это все ваш плюс. С другой стороны идет минус, кредиты, лизинг, кому-то занял, или какие-то, ну, такие, какие-то обязательства. Мы от этого большого плюса, своего капитала, отнимаем минус вещи, это кредиты, и у каждого человека есть свой капитал. Если сейчас у вас капитал 1000 евро, вы должны прекрасно понимать, какой бы я капитал сейчас хотел, чтобы у меня был в будущем, через 5 или через 10 лет. Это та вещь, о которой каждый человек, даже ребенок может задуматься. Если на самом деле в Европе, в школах об этом учат, и говорят, а какой сейчас у тебя капитал, и какой бы ты хотел, чтобы у тебя был капитал. Это очень важно, потому что до недавнего времени казалось, что, не знаю, в школе, и даже в УЗИ, если это, конечно, речь не идет о финансистах или экономистах, учат всему чему угодно, но только не таким элементарным вещам, без которых сейчас просто не обойтись. Да, вот те же накопления, те же какие-то вложения, те же кредиты, те же краткосрочные кредиты, потому что мы понимаем, что ситуация у людей бывает разная, и кому-то действительно эти вот краткосрочные кредиты нужно обязательно, чтобы, не знаю, продержаться до зарплаты или решить какую-то проблему с каким-то погашением долга, но ведь, тем не менее, всегда нужно и думать, а что будет дальше, потому что берешь, как говорится, чужие, отдавать свои и так далее. Да, берешь чужие, отдавать свои. Да. В любом случае, это ваш капитал, даже тот минус, он свой капитал, и нам нужно всегда знать, что нам нужно 5 евро, а может быть, нам нужно сходить в аптеку, и эти 5 евро, их нужно положить на полочку, чтобы они всегда были. И, знаете, интересная вещь, что, знаете, в кризисе у нас есть какие-то стрессовые ситуации, чем меньше у нас стресса, тем меньше мы о чем-то переживаем, и тем лучше у нас иммунитет, тем лучше мы живем, тем больше мы улыбаемся, тем больше мы наслаждаемся нашей жизнью. Поэтому я за наслаждение, я за позитив, я за улыбки на улице, я за то, чтобы мы здоровались и жили прекрасно. Для этого нам нужно поработать. Да, для этого нужно поработать, и будем надеяться, что улыбки мы будем наблюдать без масок, конечно, по крайней мере, ситуация вроде улучшается, ну и, конечно, здесь есть информация для размышления и о наших пенсионных накоплениях, и о наших привычках вообще что-то откладывать или не откладывать, так что вот такую информацию для размышлений вы нам всем дали, Анна Фишер-Кальке у нас была в прямом эфире, большое спасибо. Спасибо. Мы знаем, вы слышите,